За жизнь шестилетней девочки из Актау теперь борются столичные врачи. Истерзанную педофилом малышку доставили в Астану с санавиацией. Ни медля, ни минуты медики собрали консилиум и даже привлекли в качестве консультантов зарубежных коллег. Ребенок по-прежнему в коме и на искусственной вентиляции легких. Третий день за ребенком наблюдают специалисты Национального научного центра материнства и детства. Шестилетняя девочка все еще в коме и пока ее состояние оценивается как тяжелое. Столичные медики уже обратились за помощью к зарубежным коллегам. Консультировать дистанционно будут британские и австрийские профессора. С историей болезни ребенка ознакомлены. Согласно тактике ведения данного ребенка, выставленным диагнозом, состояние ребенка оценивается очень тяжелое, угроза для жизни сохраняется. Чуть больше недели прошло с того трагичного дня, когда шестилетняя малышка из «Октавы» оказалась в руках насильника. Ребенка нашли через 4 часа после пропажи на дачах под палящим солнцем с множественными травмами и кровотечением. Задержали двоих. Последним был похож на фоторобот, но позже выяснилось, что у мужчины было алиби и его отпустили. В ДВД хранят молчание и никак не комментируют это резонансное дело. Горожане живут в страхе, плодят слухи и домыслы. В данной ситуации они должны действовать открыто, показывать и уведомлять. Если его так вот поймают люди, просто сами, ну допустим, попадется он им в руки, на самом деле, то это будет просто вечевание, его просто уничтожат. Есть разные люди, некоторые даже запирают на целый день своих детей дома. Но держать детей дома запертыми тоже не выход, говорят психологи. Взаимодействие с окружающим миром – неотъемлемая часть формирования личности. Родителям стоит знать, что чаще всего педофилы заманивают детей не конфеткой, а играют на чувстве сострадания. Если тебе там чужой посторонний дядя предлагает куда-то идти кого-то спасать, ты в первую очередь позовешь меня, и мы вместе пойдем спасать. Кроме того, стоит знать, что педофилы внешне никак не отличаются от обычных людей, нередко имеют своих детей. Но самое страшное, что часто они из числа близких. Так, несколько лет назад в парке Акбата в Актау произошло изнасилование пятилетней девочки. Преступника задержали только через три года. Им оказался лучший друг семьи. Так что предостережение не разговаривать с незнакомцами тоже стоит подкорректировать. Ирина Гончарова, Жамиля Кибасова, Виктор Майоров, Информбюро, Актау.